Всем привет! Меня зовут Юлия, и вы на канале Буки в руки. Сегодня, в воскресенье, я вам представляю второй выпуск рубрики без спойлеров, и в этот раз он будет посвящен трилогии Дети Великого Шторма Натальи Осайяну. В эту трилогию входят книги Невеста Ветра, Звездный огонь и Белый фрегат. Предлагаю построить видео в таком формате. Сначала я рассказываю, о чем же, собственно, эта серия, естественно, без спойлеров, что следует из названия рубрики, а уже во второй части даю свою субъективную оценку. Итак, в первой книге, у меня на руках ее уже нет, я ее продала, уехала она в Каменск-Уральске, надеюсь читателю понравится книга больше, чем понравилась эта серия мне и первая книга в частности. В первой книге у нас самая-самая завязка. Мы знакомимся с каждым героем, в принципе, по отдельности. На протяжении всего повествования, на протяжении всей серии Наталья Санянова выстроила сюжет так, что мы через знакомство с отдельными персонажами понимаем общую канву повествования. И в первой книге мы знакомимся с целительницей. Зовут ее Эсме. Маленькая девочка, она потеряла своих родителей при загадочных, невыясненных обстоятельствах, и в ее на поруки взял Велин, целитель. К тому моменту, когда мы с ней знакомимся, Велин уже несколько дней как умер, и в портах городка приходит фрегат. Уточню, что к тому моменту, как он умер, Эсме уже обладала и знаниями, и способностями, и навыками, и, наверное, каким-то даром своим особенным целителям, но при этом не была богата. Почему-то именно их домик обходили стороной. Неважно. Она знакомится с пиратами. Так случается, что она попадает на корабль этот пиратский. И, соответственно, в первой книге мы через нее знакомимся с персонажами, которые есть на корабле. На корабле у нас подобралась разношерстная компания. Мы знакомимся, в первую очередь, конечно же, с капитаном Крейном. Это капитан-навигатор корабля. Тот человек, с которым общается корабль. Мы знакомимся с эсерданом корабелом. Я так понимаю, что корабелы это те люди, которые учат неоперевшихся еще навигаторов способом общения с кораблем, чтобы навигатор и корабль друг друга понимали. Понятно, что это два разных мира абсолютно. Их как-то надо учить друг с другом взаимодействовать. Плюс он чуть лучше, насколько я могу себе представить, понимает корабль. Мы знакомимся с кузнечиком. Это маленький юнга. Абсолютно очаровательный, абсолютно замечательный. Там еще есть Сандер, который играет на каком-то музыкальном инструменте. Кого еще забыла? А, Джаджини. Крылан. Боже мой, это вот тот герой, который на протяжении всего цикла вызывал у меня определенные эмоции. Сначала я его ненавидела, потом я поняла, что это один из самых адекватных героев, который вообще видит картину в целом и периодически, не периодически, а почти всегда говорит какие-то вещи неприятные капитана, но тем не менее, к которым стоит прислушиваться. Сначала я думала, что он просто какой-то зазнайка, потом оказалось, что нет, он просто смотрит на все со стороны, немножко сверху, я бы так сказала. Но про эмоции мои чуть позже, я отвлеклась. И, значит, нас знакомят еще с капитаном-императором. Кстати, капитан-император звучит, мне кажется, достаточно интересно и органично, я бы даже сказала. Как-то так, почему бы и нет? Почему не капитан-император? Она знакомит с его семьей, его дочь увлекается попытками разгадать тайну пропажи утренней звезды. Кстати, про утреннюю звезду. Вся первая книга у нас построена на том, что мы отправляемся на поиски древнего артефакта, который должен нам помочь понять причину потери утренней звезды. Утренняя звезда – это такой корабль, который в древние времена привел на землю с людьми магусов. Магусы – это у нас могущественные семейства с именами птиц. У нас там есть цапли, скопы, воробьи. Ну, в общем, по-моему, 15 семейств, которые похожи на людей, но они немножко выше ростом, чуть более красивые, немножко дольше живут, буквально там на несколько столетий. Естественно, меньше болеют, у них больше способностей. И, кстати, у каждого из семейств есть своя определенная способность, то есть они отличаются. И, кстати, вот именно на этом, мне кажется, можно было написать отдельную трилогию. Очень клево придумано, очень классно расписаны сами семейства. Я в восторге была. Знакомимся также с звездочетом. Это давний враг капитана Крейна. Такой же пират, но не такой благородный. Знакомимся с Лайрой Орлини. То есть у нас есть империя, а есть Акраина, которая не подчинилась капитану императору. И там у них есть свой король, скажем так, зовут его Лайра Орлини. Он, ну, товарищ, друг, наверное, можно сказать, капитана Крейна. В первой книге, как я сказала, мы отправляемся на поиски древнего артефакта, который должен нам рассказать, что случилось на утренней звезде, почему она была потеряна и какая интрига с этим связана. Во второй книге нас более подробно знакомят с капитаном императором, с его семьей, с его двором, рассказывают о том, какими способностями обладает семейство Цапель, а именно к ним принадлежат правящая верхушка. И пока суть до дела оказывается, что в империи сгущаются тучи и на водах появляются какие-то странные черные корабли. У нас есть определенные знакомые нам черные корабли. Это так называемые трупоходы, корабли, которые перевозят в звездный огонь. Насколько я могла судить, я так понимаю, что их специально сводит с ума для того, чтобы как раз и перевозить этот звездный огонь. Нормальный корабль даже человека, который просто в руках подержал звездной огонь, никогда на борт не пустит. Но для того, чтобы это предотвратить, для того чтобы была возможность транспортировки звездного огня, который типа порох, наверное, придумали вот такую штуку. Но те корабли, которые появились, это нечто другое. Несмотря на то, что вот корабли, которые перевозят звездные гони, называются трупоходами, они более живые, чем то, что плавает теперь. Вот с этими кораблями предстоит встретиться нашим героям, а также помочь Ларе Айрлине отстоять битву с имперским флотом. И на самом деле вторая часть самая-самая закрученная. Вот на второй части поменялось мое мнение немножко относительно того, что мне все-таки нравится эта серия. В третьей части мы отправляемся с героями на север, в край могущественных воронов, которые у них считаются алхимиками. Посещаем город на воде, где живут очарованные морем. И вот если во второй части, я забыла сказать, у нас рассказывается история Умберто, это первый помощник капитана, рассказывается история Хагена, это новый человек на корабле, то здесь мы познакомимся с Сандером, тот самый парень, который играл на музыкальном инструменте, и раскроем тайну белого фрегата. Интересно было? Ну да, наверное, мне хотелось все-таки узнать концовку истории. Для тех, кому нравятся подобные морские приключения, для тех, кому нравятся пираты, мне кажется, это будет классное, удивительное чтение. Ну а теперь я уже несколько раз срывалась на то, чтобы высказать свое собственное мнение, поэтому, наверное, пора к нему переходить. Для начала, вы не видели у меня первой книги, потому что я ее продала. Видео с онхоллом будет следующее воскресенье. Эти две книги тоже на продаже. Где их посмотреть? Это, так, Авито, Лайфлип, Лайбекс, в инстаграмме тоже, скорее всего, выложу. Так вот, относительно моего отношения к этой трилогии. Если коротко, то мне не понравилось. Я понимаю, что мы все разные, все нравятся разные книги. Например, я хорошо очень отношусь к девчонкам из канала To Talk Girls, конкретно к Свете, которая больше читает фэнтези. Она для меня такой флагман, скажем. Ей серия очень понравилась. Я, к сожалению, не разделила восторга. Но, наверное, поэтому мы такие разные, и такое разное у нас есть, такие разные, если есть литературные жанры. Давайте по порядку. Что мне не понравилось? Начиная с первой книги. Мне не понравилось то, что это такая... Ну, я понимаю, что Асанян писала этот цикл 13, по-моему, или даже больше лет. На протяжении того, как развивается цикл, я вижу, как растет автор. Первая книга, она такая достаточно детская, на мой взгляд. Там все просто, там все понятно, там такие милые герои, там такое все хорошее. Мне не хватило интриг. Честно. Плюс меня бесила главная героиня, как я уже говорила в прочитанном марта, кто не смотрел, зайдите, посмотрите, ее безответственное отношение к себе. Еще раз скажу, целители лечат на своей жизненной энергии. Для того, чтобы самим раньше времени не умереть, они принимают с надобья. Ну, чтобы восполнять этот, видимо, источник. Когда случается непоправимое, и надо спасать срочно человека, она начинает его лечить. Я все понимаю. Там вот без вариантов я бы, наверное, сделала точно так. Но когда в другой ситуации, когда ты можешь спокойно отправить человека за своими склянками, привезти тебе их, чтобы ты их выпила и спокойно уже вылечила, притом не потратив своих дней, там, часов и, может быть, месяцев жизни. Вот взять полечить. И потом, когда ее даже спросили, почему ты не отправила нас за бутылочками, она сказала, что я об этом не подумала, но для меня это какой-то детский сад. Ну, честно. Вот поставьте себя на ее место. Мне кажется, любой нормальный здравомыслящий человек сделал бы так, как должен сделать, а не нес бы себя показывать, на что он способен. Для меня это было вот, ну, это выглядело вот так. Дальше. Джоджини, которая говорила в первой части, меня подбешивал. Хотя, когда начали рассказывать его историю, то есть у нас, получается, идет повествование детей Великого Шторма, общее-обще-обще, потом, раз, вклейка про Джоджини. Я многое поняла из того, почему он такой, какой он есть. И мне он, вы знаете, понравился. И нравился не до самого конца. Я прям, вот это был один из любимых моих героев, вот прям вот молодец. Без соплей, без там лишних вообще, без всего. Конкретный чувак. Ладно, опять отвлеклась. Вторая книга. Вторая книга, это просто карамелище из всей трилогии, потому что интриги, причем интриги такие, что глаза на лоб лезут. И если я вам сказала, что во второй части вы познакомитесь с семейством Капитана Императора, вы себе не представляете, насколько полно вы с ним познакомитесь и узнаете об этом только в конце книги. Офигенная штука. Очень мне понравилась. Не могу просто ничего плохого в принципе сказать. Там мы знакомимся с Хагеном. Хаген это второй любимый мой герой. И то, что перенес Хаген, я не знаю, вот если бы это была не трилогия, а просто книга, вторая книга, немножко начало от первой и немножко будет конец от третьей. Было бы просто идеально. Но у нас не одна книга, у нас трилогия. Кстати, именно во второй части было два момента, когда я просто в один момент ликовала, во второй момент у меня отпала челюсть к чертям вообще просто. В первый момент это был Джоджини. Так ждать Крылана на страницах, как его ждала тогда я, это просто... Нет, вру. Я не то чтобы ждала его, но когда он появился, я так думаю, боже мой, да неужели, да спасибо же всем там этим богам, какие у них есть. А второй момент, когда, знаете, немножко напомнила, наверное, Игру Престолов. Когда ты понимаешь, что корабль, который не только связан с Капитаном, но еще и невидимыми нитями со всеми членами экипажа, то есть она их слышит, она их чувствует, она может им передавать команды через Капитана точно так же, как и Капитан может им передавать. И когда у нас Капитан, после понимания очередной интриги, после того, как он там просто всех разнес и что-то было страшное, когда он, вот после того, как он перегорел вот этим вот гневом всем, видит картину глазами своего корабля, у меня до сих пор даже, по-моему, голос падает, потому что это было чертовски страшно, наверное, что ли. То есть он видит, как, скажу так, расправляются с членами его команды в разных местах. В общем, вторая книга это Огонь в огне и огнище полное. Чего я не могу сказать про третью? На мой взгляд, повторяюсь, что это субъективное мое личное мнение. Финалка слита, причем беспонтово слита. Мне абсолютно было не интересно, что там за история с белым фрегатом. Он несколько раз появлялся и в первой книге, и во второй книге таким типа призраком. Ну вот мне не об этом вроде как у нас книга. Да, там разъясняется, они находят эту утреннюю звезду, нам объясняют, что там было и как, ну плюс-минус объясняют. Интриги? Так себе. По сравнению со второй вообще не сравнить. Бой, который был в конце, и он, по идее, должен быть масштабным и вообще самым-самым-самым запоминающимся из вообще всей серии. Нам его просто не показали. То, как решился вопрос с этой утренней звездой, с самим Капитаном Крейдом. Вот пусть никто на меня не обижается из тех, кто фанат серии. Ну такой бред. Реально, я сидела, писала, думаю, это вообще один человек писал? Вот вторая книга, третья. Ладно, там с первой я еще могу согласиться, что там только-только пробы пера были. Но вот это, после второй вот это точно один человек писал. Разочарования моему не было предела. Опять же говорю, люди разные. Возможно, у меня тут что-то было непонятное. Возможно, мне там какие-то по своим критериям мне не понравилось. Кому-то может понравиться. Эти две книги остаются у меня в анхоле. Как я сказала, первую уже продала. Поэтому welcome. Приходим в Instagram, LifeLip, LiveX, Avito. Ссылки оставлю. Проходите, если кому-то хочется, кому-то интересно. Читайте, составляйте свое личное мнение и никогда никого не слушайте, в том числе и меня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного отдыха, приятного чтения. До следующего выходного. Решила сделать маленькое такое включение в конце. Если вам кажется, что я вам проспойлерила какие-то фрагменты из серии, то поверьте мне, вам это только кажется. Даже там, где я рассказывала про конец второй части, это не основной момент был. Поэтому читайте, если интересно, и составляйте свое мнение.